Добрый день! Вы смотрите Финтаймс и Крбарен 21. Я Фарид Ашралова и мы будем говорить о самых актуальных новостях мира финансовой энергетики. До конца марта Всемирный банк может утвердить кредит для Азербайджана на развитие самозанятости. Внимание рынка приковано к заседанию ЕЦБ. Будут ли изменены ставки? Объявят ли новую стратегию? Сокар и Лукоил подписали в Давосе предварительное соглашение по двум нестраждениям на Каспии. В Давосе продолжаются Всемирный экономический форум. На его полях проводятся многочисленные встречи, подписываются соглашения. Одним из таких документов стал протокол об открытии в Азербайджане регионального центра Всемирного экономического форума. Как известно, накануне соответствующий протокол подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Всемирного экономического форума Берге Бренде. Основная цель открытия таких центров заключается в осуществлении вызовов и возможностей, обуславливающих четвертую промышленную революцию. Создание регионального центра Всемирного экономического форума – это очень значимо не только для нашей страны, для региона в целом. Можно почитать, что сам этот центр открывается не во всех странах. Я считаю, что мы сейчас играем очень важную роль в всемирных экономических отношениях. Открытие регионального центра Всемирного экономического форума в Азербайджане является глобальным проектом и продолжением всех международных проектов, которые были инициированы Азербайджаном. Поскольку Южно-Кавказский регион сам по себе является довольно-таки ключевой точкой соприкосновения сильных экономик, развитых экономик, открытие такого центра будет, конечно же, вызывать интерес для многих глобальных аналитиков. Это приведение актуальных и важных мероприятий, где будут решаться вопросы как регионального характера, так и в рамках мировых глобальных проблем. К концу марта Всемирный банк может утвердить кредит для Азербайджана на сумму 100 миллионов долларов для поддержки занятости. Средство, которое должен утвердить Совет директоров банка, планируется направить на развитие проекта «Самозанятость», к которому в прошлом году были привлечены более 10 тысяч человек. Министерство труда Азербайджана оценило реализацию проекта на текущий год 63 миллиона монад. Подписание кредитного соглашения со Всемирным банком планируется до июня. Отметим, что Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. За эти годы Азербайджану было выделено 3,4 миллиарда долларов на реализацию порядка 54 проектов. Министерство энергетики Азербайджана и Международная финансовая корпорация обсудили планы по сотрудничеству. В частности, стороны обсудили расширение использования возобновляемых источников энергии, реформы в энергетическом секторе, подготовку новой законодательной базы, а также нового законопроекта об энергетике. По словам министра Пиарвиза Шахбазова, для применения законов должны быть подготовлены 6 нормативно-правовых документов. В свою очередь, Международная финансовая корпорация выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном. Американский рынок акций изменился незначительно. Инвесторы уверены в том, что китайские власти смогут справиться с ситуацией нового коронавируса. Поддержку рынку оказывает сильная финансовая отчетность ряда компаний. Продажи на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах в декабре подскочили на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,54 миллиона домов в пересчете на годовые темпы, отмечается в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на новостях о распространении нового коронавируса за пределы Китая. По статданам из Японии, объем экспорта в декабре снизился на 6,3%, в годовом выражении импорта на 4,9%. Если Всемирная торговая организация должна играть свою роль в современной глобальной экономике, ей нужно обновляться, меняться, реформироваться. С таким утверждением выступил на пресс-конференции в Давосе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, несправедливое отношение ВТО к Соединенным Штатам на протяжении многих лет позволило экономике Китая расти быстрыми темпами. И теперь глава Белого дома планирует обсудить план выдающихся изменений с руководством ВТО. Всемирная торговая организация на протяжении многих лет несправедливо обходилась Соединенными Штатами. Этим пользовались развивающиеся страны. Китай оказался на том месте, где он сейчас находится, благодаря ВТО. Мы собираемся сделать нечто значимое. Руководство организации приедет в Вашингтон, возможно, на следующей неделе, возможно, через неделю. И мы начнем работу над этим. Дональд Трамп также отметил, что может повысить пошлины на импорт европейских автомобилей до 25%, если стороны не достигнут компромисса. Напомним, Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле со штаб-квартирой в Женеве. Ее членами являются более 160 государств. Сегодня внимание участников рынка приковано к заседанию Европейского центрального банка. На нем будет обнародовано решение ЕЦБ по процентной ставке. По мнению экспертов, она будет сохранена без изменений. Минус полпроцента. А также будет продолжена скупка активов. Отмечается, что жесткая направленность могла бы повысить курс евро. Кроме того, как ожидается, банк объявит о масштабном пересмотре стратегии, в результате которой регулятор проведет переоценку своей основной цели и методов ее достижения. В ходе заседания также будут обсуждены ориентиры инфляции, цифровые валюты и изменения климата. На рынке также ждут еженедельный отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Согласно прогнозам, Министерство труда сообщит о 215 тысячах новых заявок на пособие по безработице. Палата Лорда Парламента Великобритании приняла законопроект, устанавливающий срок выхода страны из ЕС 31 января. Документ приобретет силу закона, если будет подписан королевой Елизаветой II. Верхняя палата отменила требования к палате общины о внесении в законопроект ряда поправок о правах граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании. Палата Лордов требовала, чтобы граждане ЕС получали письменное подтверждение права своего пребывания в стране. Ожидается, что Европейский парламент ратифицирует соглашение о Брэкзите на заседании 29 января. И уже 1 февраля Великобритания не будет в составе Евросоюза. 31 числа Великобритания начнет процесс переговоров о свободных торговых путях не только с Европейским Союзом, но и с друзьями и партнерами по всему миру. Стоимость нефти перешла к снижению на фоне заявления в Давосе главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. По его словам, в первой половине текущего года на рынке ожидается переизбыток нефти. Важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины. На эти темы в Давосе состоялись переговоры между главой СОКА Ровнагом Эдулаевым и президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным на сайте главы правительства Украины, стороны обсудили вопросы реализации новых проектов на основе договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Украины в Азербайджан. Все на тех же полях Давосского форума СОКАР и Лукоил подписали меморандумы взаимопонимания по двум морским блокам на Каспии. Это перспективная структура Нахчеван и мелководные структуры Гошадаш и Прикаспийская губа. Документ выражает желание сторон развивать сотрудничество в рамках данных проектов. В данном случае идет речь прежде всего о подписании предварительного соглашения, предметом которого является выражение намерения сотрудничества. Ну и впоследствии, если будут последовать дальнейшие шаги в плане расширения и укрепления этого сотрудничества, возможно обязующее соглашение о разведке и разработке этих перспективных структур, подтверждения как месторождения и разработки будущего. Это были главные новости мира финансовой энергетики. К этому часу оставайтесь на CBC. До встречи в 18.30. Субтитры создавал DimaTorzok